Тренуваньер хотелось того, что тебя представили как капитана из Верхней Украины. Приятный момент? Да, приятный момент. Неожиданно, да, можно так сказать. Но приятно. Выбирали игроки, проголосовали и выбрали меня. Получается, что так. Сегодня так было? Да, сегодня. А ты за кого голосовал? Там как-то получилось единогласно. У меня не спрашивали даже. Розпочався второй цикл запорежских сборов, вторая половина. Есть разница за сместом работы в сравнении с тем, что было до нового года, до 29-го года? Появилось больше тактики. Так, в принципе, тренировки такие же. И стало заметно больше получаться у ребят именно в нападении и в защите. Это очень, очень хорошо. Как обычно, он говорит перед тренировкой то, что будем делать, над чем работать. А после тренировки говорит, понравилось ему это или нет. Сегодня понравилось. Все, все понравилось. Все как вели тренировку, как играли в защите, как вели переход. Да, во-первых, сильная группа. И во-вторых, произошло омоложение команды. Нам надо сыграться, нам надо друг друга почувствовать. И тогда, надеюсь, конечно, что мы сможем дать конкуренцию всем соперникам. Такая группа получается, что все топовые команды и ни с одной из команд нельзя расслабляться. Поэтому ожидания только самые серьезные. На прошлом чемпионате Европы были в составе Козакевича, Акименко, штатные пенальтисты. Кто сейчас может взять на себя эту роль? Не для тебя, может быть, безусловно. Но ты, как вратарь, работаешь. Ты, может, его знаешь, чувствуешь. Не знаю, будет ли выбирать этот тренер или нет. Но есть еще Тильты у нас, тоже как бы пенальтисты. Есть еще Турченко. Возможно, еще есть Жук. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok